Поехали! В Сургуте открыли долгожданное продолжение улицы Маяковского. Сроки сдачи этого объекта не единожды переносили. Еще летом автолюбители призывали ориентироваться на конец ноября. Но получилось ускориться. Старт движению дали с участием губернатора Югры. С первыми, кто проехал по новой дороге, пообщалась и наша съемочная группа. Строительство полукилометрового участка от пересечения Маяковского с 30 лет победы до выезда на Университетскую начали почти 5 лет назад. Будущая дорога пережила многое. Финансовый кризис, удорожание, смену подрядчика, неоднократный перенос сроков сдачи из-за обнаруженных неучтенных сетей и необходимости их переустройства. В последний раз, казалось, незыблемая дата ввода, конец 2019-го, тоже не устояла. Подрядчики наткнулись на аварийный коллектор на 7-метровой глубине. Мы переустроили порядка 12 сетей, только, скажем так, в трубном исполнении. Много было переустройства сетей связи, много было переустройства электрокабеля. Но достаточно огромный объем работ был выполнен. Это один из самых интересных и сложных объектов получился, конечно, у нас. Но это как опыт, полезный очень. Новые виды работ, которые появляются, и мы выполняем. Заканчивали дорогу строители, будто осваивая пятилетку за три года. Старались работать быстро и качественно. Принимали объект с участием губернатора Югры во время онлайн-конференции, посвященной транспортной инфраструктуре автономного округа. Сургут, улица Маярковского. Поздравляю. Действительно, ожидаемый горожанами объект. И сегодня я сургут его получил. Спасибо. Сургуту. После полудня движения по новой магистрали открыли. Экипажи ГИБДД указали водителям на возможность проезда. Первые водители, опробовавшие участок Маяковского, довольны. Первый раз сейчас и проехали. Я думаю, будет гораздо удобнее. Меньше пробок будет. Конечно, удобнее. А вы как думаете? Думаете, неудобнее? Я думаю, удобнее. Нравится и короче. Уже объезжать не надо напрямую. Дорога, как ожидается, разгрузит не только прилегающие улицы, но и сделает комфортнее жизнь собственников квартиры в близлежащих многоэтажках. 30 лет Победы разгрузит дворы. Здесь порядка 150 новых парковочных мест создано. Люди в ближайшие несколько дней почувствуют уже разницу. У нас сейчас задача следующая. В ближайшую неделю мы наблюдаем за дорожными потоками, затем выполняем регулировку тех светофоров с учетом фактически сложившихся потоков, как люди приспособились, как им удобно. С учетом всех дополнительных работ общая стоимость дороги составила около полумиллиарда рублей. Подсчет общей сметы расходов еще продолжается. Часть, вполне вероятно, вернется в бюджет. Администрация Сургута оставляет за собой право взыскать с владельцев неучтенных сетей, которые пришлось переносить компенсацию. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Александр Бабаев. Сургут. Интерновости.